Дорогие мои зрители, добро пожаловать на мою кухню и также плейлист все что я готовлю фантазирую на моей кухне добро пожаловать Там вы найдете каждый для себя что-то интересное Сегодня я буду с вами делать запеканку овощную по Это будет сало, я отрезала мясную часть Это будет сыр, помидоры и разные овощи Брокколи, перец болгарский, маленькая тыквочка Это из огорода, только брокколи покупала в магазине Синенький тоже из огорода, помидорчики мои и окра Это из огорода, окру я буду использовать только внутреннюю часть семья Потому что эта часть она твердая и ее будет очень неудобно жевать В принципе ее можно так готовить Но если покупаете из магазина укроп, то готовьте укроп целиком Потому что почему-то из магазина она совершенно другая, она мягкая Лук и чеснок Мясо я выкладываю в форму Я отрезала мясную часть из сала Сало, если кому интересно, где я покупаю Это магазин обычный, продовольственный У нас это магазин хайви Это не знаю, есть ли в Walmart или нет Я имею ввиду тех, кто живущие здесь Можно купить сало Именно не бейкин, которые уже разрезаны Потому что там добавляют вкусовые добавки К этим слайдам А это обычное натуральное сало Без ничего, сами вы уже делаете Можно чеснок, перец и засаливать Оно в принципе немного соленоватое Не обязательно много соли Не переборщить, а то будет слишком соленое Ну, наверное, так Все-таки я хочу так поменять здесь Покрупнее кусочки в серединку Режем овощи Режем овощи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нарезка овощей у меня готова Вы как поняли окру, семя Видите, я очистила Потому что, опять же, я повторяю Что стручки, они будут очень жесткие Желательно их не надо использовать Это если у вас на огороде получились такие Ну и что мы делаем? Дальше мы выкладываем все поочередно Я думаю, что у меня сначала, может быть, сначала мне Что же мне сначала? Давайте я, наверное, синенький сначала Перец Ну и таким образом, слоями Я буду все это В форму Брокли Можно не обязательно мелкими кусочками Потому что она очень быстро доходит И мягкая очень становится Ну и моя тыквочка Овощи, я так думаю, что можно, конечно же, любые Сочетать, миксовать Можно все, что угодно Но имеется в виду, что фишка В том, что я это делаю с салом Не обязательно это мясная часть Можно просто чистое сало Или Можно это делать с курицей Допустим, кусочки курицы Тоже получается очень вкусно Лучок И чеснок Конечно же, посолили Поперчили Или другие Нет, это не перец Где у меня перец? Конечно же, можно добавить еще другие специи Я добавлю обязательно Как же в русском это переводится Куркума И буду добавлять еще специи Острый перец Это баночка Просто здесь у меня чили перец И буду добавлять еще этот Специи Чили я все-таки решила не добавлять Потому что черный перец Это органик черный перец Он дает такую хорошую остроту и запах Я подумала, что это Будет чересчур переборщу Ну что, и все это так, скажем, миксуем Можно ручками Ручками, можно ручками Все это смиксовать Не обязательно ложкой Не комплексуйте по этому поводу Руки у вас чистые Понятное дело, вы готовите чистыми руками Поэтому Руками вы продаете энергию вашему блюду Из ваших рук, вернее, исходит Вот получается у нас такой микс И далее Я буду Выкладывать помидоры Помидоры я очистила от кожуры Насколько возможно Также, чтобы быстро Помидоры очистить от кожуры Нужно кипятком Обдать помидор Но так как у меня помидоры Из огорода Они полежали Вы как видите, они очень мягкие Поэтому они очень хорошо очистились И я, наверное, сливку в следующем году Буду высаживать больше Сливки Потому что сливка все-таки держит Вот плотность хорошую Даже, видите Она уже сколько у меня в холодильнике Из огорода И тем не менее А все-таки большие крупные помидоры Они для начального только употребления А сливку можно держать дольше Она, видите, плотненькая такая Уже сколько времени Она покраснела Уже в домашних условиях Я имею ввиду Ну и помидоры сверху Конечно же Помидоры, если у вас более плотные То они, естественно, будут Красивее, наверное Сохранят форму Имеется ввиду При запеканке Запекание Вот таким образом Получается такое блюдо И в конце я буду сыр тереть на терке Здесь у меня сыр И вверх посыпать этим сыром Но вначале я запеку Чтобы так, ну, пропеклось довольно-таки хорошо Это все Сейчас я буду накрывать это бумагой Фольгой можно Но нежелательно использовать Очень часто фольгу Это очень вредно Она выделяет вещества Это фольга В продукты внутри И нежелательно часто использовать Ну, часто я имею ввиду Кое-когда можно, конечно же Если у вас есть стеклянный Вот видите, у меня форма для выпечки Стеклянная крышка То это было бы еще лучше Но вот видите, у меня нет Мне приходится закрывать это все бумагой Для выпечки Вот таким образом Мне очень это, конечно, удобно Но это как вариант Конечно же, если есть такая стеклянная крышка То это просто замечательно Ну, вот мне надо где-то будет найти Потому что я форму покупала без нее И отправляю в духовку Пока запекаются овощи Я хочу сделать еще хлеб Хлеб, как я делаю Вы можете увидеть в видео Очень много есть видео Мой домашний хлеб Последнее видео было хлеб из гречихи Сегодня у меня тоже гречиха И пшеничная мука Использовала крем-чиз Вот этот Он мягкий Я просто на терку потерла Вы как видите Сверху И буду запекать Что я использую для замеса Это сегодня у меня был йогурт органический А также это кефир Но йогурт и кефир В принципе, это одно и то же И сода Ребята, вот этих два ингредиентов Для замески хлеба Хлебу вполне достаточно Запеканку с пылу, с жару Я достала Примерно 25-30 часов Смотря какие у вас овощи Какое количество Примерно минут 25 И Сейчас Только Только сейчас Вот я это буду Все на второй стадии Еще посыпать сыром Почему это в конце Потому что Он сыр Если вначале Он быстро Растает И будет, знаете, такая Каша Ну, если вам нравится Конечно, да А так Сыр Он Еще, наверное, минут Ну, 5 7-8-10 Смотря, опять же, какое количество От силы Запечется И он, как бы, знаете, корочкой Вверху Останется И еще Если, конечно, вы хотите Более белковую пищу То Можно это все Залить яйцами Или добавить еще Фасоль Конечно, предварительно Отварная Чтобы она была У вас будет более Белковая пища Запеканка Более белковая Ну что И опять в духовку Ну вот Еще минут 5 И Наша запеканка Овощная Готово Видите Сырок Он, как бы, сверху Ой Вкуснятина Вкуснятина Давайте мы вместе С вами Протестируем Сок Пустила Ну, это, конечно Томаты Большее количество Поэтому Блюдо Я Вот Использую Такое Чтобы можно было И Юшечка Юшечки Добавить А Вкусно Вкусно Что-то я не могу найти Где же мое там сальце Где же мое сальце А Вот Кажется С этой стороны Кажется Так Где оно Ах Вот оно Вот Ребята Вот оно Ну и По вашему усмотрению Можно, конечно Или сметану Или еще добавить Или Что у вас там Майонез Я Я Я вам сейчас Покажу помидорчик Хочу Вот видите Помидорчики Получаются Они как бы Целые А если у вас Более Такие Тугие Помидоры Это вообще Будет шикарно Оно будет Просто Такими Красивыми Дольками Есть натуральный Майонез Но конечно же Майонез Я предпочитаю Делать Домашний Но я Не всегда Его делаю Не всегда Вот как-то Почему-то Я не знаю Я почему-то Ленюсь Делать майонез Домашний Хотя я Несколько Раз делала Так Вначале Я хочу Жидкость Попробовать И сказать Чего не хватает И чего Может быть Надо больше Вы знаете Все хватает Все очень вкусно Все-таки Да Все-таки Что-то Надо Что-то Добавить Молочное Имеется ввиду Сметанка Или Все-таки Майонез Ну а сейчас Будет Совершенно Другое Дело Все Хорошо Пропеклось Имеет Форму Не превратилась В кашу Ой Как хорошо 25 минут Где-то у меня Вышло Запекаться И 5 минут Сыром Полчаса Примерно Да Мне кажется Даже можно было Немного По времени Меньше Минут Даже 20 Было бы Хорошо Овощи Ой Как вкусно Еще Еще один Кусочек Салка Ой Как вкусно Ребята Как вкусно Мне кажется Еще Стручковая Фасоль Было Хорошо Было Это Вообще Было бы Замечательно Ну Овощи Мне кажется Любые Болгарский Перец Обожаю Обожаю Перец Очень вкусно И еще Можно добавить Мне кажется Было Капусты Да Ой С капустой Было бы Еще вкуснее Всем Приятного Просмотра Ребята Всем Приятного Аппетита Если вы Собираетесь Кушать Всем Здоровья Всего Самого Всем Хорошего Упс Дорогие Мои Зрители Я забыла Вам Показать Хлеб Хлеб Обратите Внимание Сыр Хлеб Я переворачивала Два раза Пропекся Сначала Снизу Потом Перевернула На бумагу Выкладываете Бумагу Переворачиваете И опять Противень И пропекается Еще Сверху Хлеб Получился Темный Потому что Гречиха Вот Вот Такой Получился Хлебушек Еще Я добавила Изюм Вот С этой Стороны Видно Изюм Семя Чия И Изюм Вот Такая Получилась Вкуснятина Сыром Сыром Хлеб Можно Конечно Не обязательно Крем Чист Можно Микаться Любой Сыр Только Надо Притопить Как бы Прижать Вот Когда Сыр Вы Сверху Потерли И как бы Прижали Вот так Вот туда Притопили Муку В замес Ваш Получается Такой Вкуснятина Смотрите Какой Хлебушек Ну не красота Давайте Включим Подсветку Вот такой Хлеб Ну а сейчас Все Всем Пока Пока